А может ли инвалид передвигаться по городу самостоятельно? Комфортно ли человеку с ограниченными возможностями в соцучреждениях или, например, в кинотеатре? Представители штаба Общероссийского народного фронта вместе с экспертами попытались это выяснить. Они провели рейд и остались не совсем довольны тем, что увидели. Подробности в нашем следующем сюжете. Вместо привычной прогулки Полина и ее мама Марина отправляются в рейд. Сегодня покажут на своем примере, что колясочнику в городе непросто. Выбора нет, гулять с ребенком хочется, поэтому съезжаем на задних колесах. Лестница первая и далеко не последняя преграда на пути Полины. У подъезда девочку ждет особое соцтакси. Попасть внутрь машины не проблема, механизм отлажен. А это медико-социальная экспертиза. Клиенты – люди с ограниченными возможностями. Ограничения, увы, и здесь неизбежны. Например, высота стойки неподходящая. Колясочника из-за нее не видно. 80, здесь у нас 110. Зато с лифтом все в порядке. Особый подъемник есть и помощник. А лифтера не нужно искать? Нет. Не проблема. Он постоянно на месте. Для незрячих посетителей предусмотрены таблички со шрифтом Брайля. Пробуем прочесть. Дальше идет регистратура. Бюро МСЭ. Только вот подобраться к этой табличке трудновато. Мешают цветок и урна. Туалет оборудован по всем правилам. В целом нарекания есть, но они не критичны. А это кинотеатр «Юность». По линии здесь сразу же вызвались помочь. В зале для колясочников есть пандусы. Удобно. А вот люди с проблемами зрения проявить желанную самостоятельность здесь не смогут. Здесь нет никаких средств ориентирования. Хотят самостоятельность. Комфортно, чтобы было. Чтобы можно было самостоятельно прийти, найти то, что тебе надо. Вот. Воспользоваться этим. Поблагодарить за то, что среда комфортная, безбарьерная, доступная. И удовлетворенным уйти. Вот. Но этого мы нигде не видим, к сожалению. Важное замечание – сделать номерки на сидениях рельефными. Вердикт таков. Доступная среда пока что не совсем доступна. Если в сопровождении инвалид, конечно, может больше самостоятельно, практически места таких у нас нет. Члены рабочей группы «Социальная справедливость» от Общероссийского народного фронта проведут также анкетирование среди инвалидов. Узнают слабые места безбарьерной среды. На все программы по созданию доступной среды выделяются государственные средства. И мы понимаем, что эти средства должны быть эффективно использованы. И не только с тем, чтобы создать эти условия, но все это должно работать. Работа по организации доступной среды в нашей области началась не сегодня и закончится не завтра. Чтобы убрать все барьеры для инвалидов, нужно время, отмечают в Комитете социального обеспечения. В течение одного-двух лет мы эту проблему не решим. Для сведения, мы сегодня обладаем социальными паспортами порядка 800 объектов, которые необходимо привести в соответствие. В год мы можем себе позволить, мы участвуем и в реализации федеральной программы софинансирования, порядка 20 объектов. Социалка, здравоохранение, культура, образование определяют из того большого количества своих учреждений, те учреждения, которые должны быть в первоочередном порядке обеспечены доступностью. А подобные рейды как раз в этом помогут. Есть и конкретный срок, чтобы сделать доступными выбранные учреждения. До 2018 года включительно. Тогда дорога в аптеку или кинотеатр для инвалида не будет своеобразной полосой препятствий. Юлия Комкина, Андрей Зарубин, Максим Леонов. Телеканал СЕИМ.